Более 50 человек вывезены силами спасателей с закрытого автозимника на Ринмарусинск в период с 24 марта по 2 апреля. Как нам сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, в эвакуацию людей были задействованы силы и средства окружной поисково-спасательной службы и Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России ПАНАУ. Мобильная связь на зимнике отсутствует, поэтому путешественники, отправляясь в дорогу, заранее предупреждают родных или близких о предполагаемом времени прибытия. В случае задержки родственники обратятся в службу ЕДДС по номеру 112. На зимнике покрытие сотовых операторов находится не везде, связаться с родственниками не могут и обращаются к нам уже родственники. И по этому заявлению мы направляем силы и средства для того, чтобы можно было найти этих людей. Также мы непосредственно работаем с дежурными службами ДРСУ, с диспетчерской, пытаемся информацию, если есть возможность получать от них, где находятся граждане. То есть это идет совместная работа всех служб, которые задействованы на зимнике, и в том числе спасательных служб, которые могут выдвигаться. Спасатели окружной поисково-спасательной службы эвакуируют людей на треколе вместимостью 8 пассажиров. Впрочем, при необходимости на борт внедорожного транспортного средства могут взять и больше. Если потребуется, сделают еще один рейс. Большинство водителей легковых автомобилей, это мужчины, они остаются в своих автомобилях. Мы эвакуируем женщин, детей, но по желанию, если водители захотят, конечно же, их тоже доставят в город. Не спешат покидать свои автомобили и водители большегрузов. Им по возможности доставляются вода, топливо и продукты питания. Практически каждый день производятся выезды на автозимник для эвакуации людей. И сотрудники, которые выезжают, они уже собирают информацию о том, сколько автомобилей находятся на зимнике. В том числе те люди, которые отказываются покидать свои автомобили. То есть мы тоже учет этих автомобилей ведем. Вне зависимости от погодных условий, тем, кто отправляется в путь, спасатели рекомендуют взять с собой запасы питьевой воды и продуктов, теплую одежду, автомобильное снаряжение и топливо. Но главный совет – по возможности воздержаться от экстремальных поездок. Все-таки лучше оставаться, не выезжать на зимнюю автодорогу в период, когда у нас погодные условия не позволяют. Оставаться в местах возле заправок, возле магазинов. Еще один совет для тех, кто пренебрегает ограничениями и решит проскочить зимник. Перед отправлением, пока не пропала мобильная связь, позвоните в ЕДДС по номеру 112 и сообщите о вашем намерении отправиться в дорогу. А после его прохождения отзвонитесь и сообщите спасателям о прибытии. В случае, если вы не выйдете на связь, они примут меры по эвакуации, подчас рискуя собственной жизнью.